Празднование 25-летия журналистского образования в Забайкальском крае совпало с 20-летием кафедры журналистики и связей с общественностью. Последние праздничные мероприятия, естественно, посвящены журналистике. Конференция Если конференция всероссийская, то в участниках обязательно есть Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания со своим проектом о путешествиях по краям. И, конечно, новый телеканал губернатора. И только позитив. Мы понимали, нас никто не знает. Громко и со скандалом ушел с рынка телеканал «Альтез». Тогда у нас не было лицензии на обещание. Это очень длительный такой процесс. Естественно, не было своей зрительской аудитории, а штат только формировался. Но мы четко понимали, что нам экстренно нужен контент, который будет съедобен хотя бы пока на первых порах в социальных сетях. К сожалению, жизнь наша состоит не только из вот этих вот пряников, прекрасных событий и всего остального. Ну, согласитесь. И в крае у нас огромное количество всяких разных, так сказать, проблем, которые тоже надо решать. Вот я каждый раз, когда включаю вас, и информационные программы, и какие-то там другие, я все стараюсь увидеть. А вы замечаете эти проблемы или не замечаете? Вы делаете или нет? Или вы хотите как бы абстрагироваться от всего, что у нас есть негативного? И, ну, как-то немножко угодить нашей власти, сделать, так сказать, какие-то пиаровские, такие чисто пиаровские передачи? Или вы все-таки, как журналисты, можете взглянуть объективно на наш мир, на наш не только прекрасный край, прекрасные события и так далее, но еще и увидеть вот эти вот проблемы, которые нас сегодня очень беспокоят. Их много я перечислять не буду, я не знаю, я пишу в своих статьях как раз о них. Ну вот, к сожалению, пока я этого не вижу. И я хотел бы просто узнать, Даша, вы вообще-то планируете вот это? Или вы все-таки решили сделать, ну, такой вот красивый, познавательный, пропагандистский ваш канал? И не будете заниматься вот этой, как вот некоторые говорят, чернухой, хотя я считаю, критическая аналитика того, что происходит у нас, это не чернуха. Хотелось бы, чтобы вы были клоуном Альтеса. Хорошо, мы учтем ваши пожелания. Да, да, да. Вот Альтес все-таки страдал этим, а вы все-таки новый канал, который должен продемонстрировать вот свою, так сказать, вот, ну, такую заинтересованность в развитии нашего края. Хорошо, спасибо. Что такое ЗАВТВ? Это канал, который, телеканал, холдинг, нацелен на проблематику. Вот, я часть, да, понимаю Владимира Тельщина, вот, с его вопросом к РТК, да, к пряникам и так далее. Пряники мы тоже снимаем, эти бантики, да, так называемые, да, и позитивные мы тоже любим, но не всегда в повестке новостной мы делаем то, что вот мы хотим, с удовольствием бы снимали и концерты, и все, тоже очень интересные по глубинкам поездили, да. Но для меня лично и для любого корреспондента телеканала ЗАВТВ поставить на выбор, съездить, допустим, снять что-то интересное в себе, сход какую-нибудь, там, гонку на собачьих лукашках, что угодно, да. Либо, допустим, в Савино, где нету связи, нету света, нету дороги, живет при этом, при всем около, там, 200-200 человек, имеется целая железнодорожная инстанция, и свет уходит на ней. Вот куда мы проедем? Конечно, поедем туда, где более нужна помощь людям, да, в проблематике. Функция Блэка есть такая интересная, ее вывел один из судей в США много лет назад, да, что журналист всегда становится на сторону слабого, да. Остаивать те или иные точки зрения, разбираться полностью, вплоть до точки невозврата в любой ситуации. Это телеканал ЗАП-ТВ. Проблематика. Телеканал ЗАП-ТВ от души поздравляет преподавателей кафедры журналистики и связей с общественностью с 25-летием журналистского образования. Побольше вам выпускников, за которых не стыдно. Вячеслав Барнинский, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ.